1 июня – Международный день защиты детей. О том, какие мероприятия подготовил Казанский федеральный университет, расскажем в нашем следующем сюжете. Кто живет в капле воды? Как выглядит преувеличение в 400 раз крыло бабочки? На что похожа нервная клетка? Гости музея смогли увидеть как самые привычные, так и незнакомые объекты под микроскопом. Все это не только в рамках акции для семи сотрудников КФУ проведи первый день лета в музеях университета. Гостем зоологического музея имени эмерсмана Казанского федерального университета стала Ольга Туманина. У нее дома есть микроскоп. В него она уже рассматривала листья яблони, сережки березы. Но так как домашний не увеличивает так сильно, давняя мечта – посмотреть настоящий микроскоп. Я посмотрела инфузорную туфельку, многое не слышала, и вот наконец-то я ее увидела. И я сравнила лягушачью кровь от человеческой, и там достаточно большое отличие. Мы видели, например, там вся эта вошка, мы видели много всяких микроскопических организмов. Очень интересно. Сотрудница кафедры ботаники и физиологии растений пришла не одна. Во многих музеях Казанского федерального университета она уже была. Фуния Софиульна, среди прочего, отметила, сделанный благодаря огромному труду сотрудников музея у них на кафедре с интересными экспонатами по ботанике. Я привела внука, чтобы он ознакомился, и все это увидел, и посмотрел, потому что у меня большой любитель всех музеев, экспонатов. И, ну, тут большой труд. Это видно, что это огромный труд, причем труд поколений, сотрудников этого музея, университета. Мы пообщались с Данилом, внуком Фунии Софиульной. Он под большим впечатлением от посещения Зоологического музея Казанского федерального университета. Вот у меня вообще хорошее впечатление, то, что здесь так интересно. Такие, ну, экспонаты, такие беспозвоночные. Мне это нравится. Я вообще дождевых червей отлавливаю. Пытаюсь что-то с ними сделать, но у меня получается. Я только даже не увидела на нем дырочки, он через них землю рыхлит. Вот такой музей. Очень хороший. Отметим, что также в течение дня на территории университетского ансамбля для семей сотрудников КФУ был организован квест. В музее истории, игры, бродилки можно было увидеть автограф Гагарина и самостоятельно сделать звездный посвечник. В Зоологическом музее юные гости сделали свой гербарий. В Геологическом музее отправились в увлекательное путешествие по миру юрского периода. Много всего интересного было и в Интографическом музее, Музее Казанской химической школы, Научно-техническом музее КФУ. Илья Андреев, Ленар Довлесьяров, Универ, Ньюс.